Алексей Викторович, воздействие маты, как старой русской молитвы, воинской, я где-то слышал, вы об этом говорили, вот более подробно расширено. Именно молитвы какие-то? Ну, то есть, использование ее в быту, сейчас принято считать, что мат это что-то такое оскорбительное, особенно для женского уха. Вопрос понятен. Значит, эти гады, они все нашу культуру извратили. Все, что у нас чистое, светлое было, они перевернули и с ног на голову поставили. Поэтому мат это материнские слова, материнское благословение. Слово мать, понимаете, это материнское благословение. Но есть еще брань, это то, что используются слова на поле брани, для того, чтобы вывести противника из равновесия и уничтожить его. Это бранные слова. Существует еще ругань. Руга это давать взаймы друг другу. Руга. То есть, ну, дурак, сам дурак. Вот это ругань. Взаймы друг другу. И есть еще сквернословие. То есть, когда мы используем слова, которые описывают, ну, какие-то неприглядные вещи. Ну, там, дерьмо, там, гандон, там, или еще что-нибудь. Это вот сквернословие. А они сейчас взяли все это в кучу и матом обозвали. Мы должны и мат использовать. Мы должны и брань на поле брани использовать. А чем мат от брани отличается? Мат? Ну, хорошо. Если, допустим, женщина посылает, как говорится, на три веселых буквы. Между прочим, вот эти руны, хер, которые читаются, они на всех в нашей утвари, там, на мебели, в музей приходят, там, кто это все стирает старательно. Это руны благословления, там, благополучия. Если я там женщину, извините, нахер посылаю, то это благословение пойдет своему мужу и зачнет добродетельное потомство. А вот если я мужика посылаю, и туда же, по тому же адресу, вот это уже брань. Понятно? Вот там, да? И он там домой, я его могу уничтожить. Он из себя вышел, так же? Ты что, у меня жопочником что-ли считаешь? Гомосексуалист как по-русски? Жопочник, да? Ну, это от Петра, да? Ну, да, все это жопочники. Мы так их называли, из покой веков жопочника. Вот это понятно, что такое мать, а что такое мать, да? Ну, материнские слова для чего использовались? Для благости, для создания потомства, для исполнения своих обязанностей. Это материнское благословление. Это и есть маг. А только использовались только мужчинами или женщинами? Ну, я же привел пример. Я могу тоже поматериться, могу поброниться. Одними и теми же словами даже. Даже, и он взял одни и те же слова, и получился и маг, и брань. Так же? То есть и женщина могла как бы материться. А что, она не может то же самое сказать? Своей дочке послать туда же, потому что адресу. Что же тут плохого-то? Все хорошо, только вовремя нужно. Вовремя поброниться нужно, и вовремя поматериться. Это наша культура, и она блага для всех. Только правильно нужно всем эти слова. Ну, а сквернословие? Ну, иногда нужно там применить сквернословие. То есть, называть вещи своими именами. Потому что, если ты жопа шнёй, значит ты и жопа шнёй. Как его можно понимать? Так же? Хотя это неприлично, как бы там, и не очень там неприятно эти слова произносить. Но если он такой и есть. Так же? Я применил сквернословие, но по месту. Так же? Если я пришёл, если он действительно такой, я ему в лицо и говорю. Так же? Он вообще дёрт.